так всем привет всем привет добрались мы такие до финала как мы напоминаем у нас юрик ярослав бедный юрик если быть просто и маэстро грим ну собственно посмотрим на них действие интересные думаю будет очень хорошо ну и опять же интересные составы хотя в общем-то довольно похоже как оказалось ну и что еще могу сказать так это то что хочу уточнить что бои финале проходит формате best-of-5 матч то есть до трех побед да сразу хорошо пошло у так как то из них юрик красный красный мурин да я бросаю юрик молодец потому что ну да то есть считается что по ходу турнира первыми всегда выпускают танков практически и получается что выгодно вывести сарказуха да я думал что будет размен но сарказух даже пережил прикольно да потому что там на один ход у него всего это замедление ну хорошо и против стаи сразу крови здесь можно да не очищение а вот он зря попытался замениться да да отлично отлично ходы горим то вообще очень очень классно очень классно ну да тормоз ну шею может его подозрешить малость но нет он уже основе совсем ватный да так а там у него кто еще опять же кто-то может быть у него потратил если у него основная группа на компике но не все компики отъедут наверное пытался тогда на компиков против компиков замениться да да но забыл про замену что у них есть такая возможность да компиками против бренд этой не повоюешь ну все все еще второй бой примерно тот же состав только у нас некоторым людям ведет хорошо состава вот это кстати не обращайте внимание на экране относительно недавно появившийся баг с ожиданием противника которая висит весь бой дружески хотя при этом все остальное работает нормально то есть оно просто висит и висит это джебы а да конечно опять же мы перекликивает хорошо противника достаточно быстро ну судя по всему он так и добьет если замену да да нормально ну прям то он правда тоже отъедет но все равно приятно хотя бы знаешь почему быть готовым а в эмоциях кому извини перебью в эмоциях нету смеющегося этого смайлика уважения сразу безграничное но вот это грамотно вот это гала это грамотно то есть человек был готов крокодилом к спинозавром точно сдается мне с этой точки зрения он киевенкина именно и брал да да возможно возможно тот же орнитомим кровится хотя опять же кровить орнитомима дело такое ты с одной стороны можешь его закрывить с другой стороны он может убежать да он те я же и 200 кидает и все то есть не будто еще изменяется на плотно вроде этого не всегда хорошо ну опять же Киленкин и против стая неплохо работает с учет своей скорости и уклонений река да и вот сейчас он снимает уклонению в этот лишь еще очень замечательно ну тут как бы келенкин отъезжает но не менее суда отъем же внес такой ну то есть он убил стране и еще почти половину от арбузал на повесточке хана да а точно точно не убежать кстати быстро и в действии тоже не стоит их на самом деле карте ты про ну видишь в чем прикол этого боя а в том что здесь хорошо подгаданное ну не то что подгады хороший момент и замен вероятность того что человек но он тем более знал уже его существом не мог понять что кого может и конечно что надо учитывать но не не отрицает факт что маэстро очень хорошо сбежали слушая он сейчас замедление используем место ярости и сейчас по крокодилу долбанет под уязвимость это может быть случайно ну слушай это сыграло в его пользу да да диплокалуса ни разу не видел на этом турнире до этого момента если честно он но против кого он сможет сыграть диплокалусом в принципе дидюко шума рвет ну как бы хорошо да но я бы наверно все таки отдать танка по диде курсу не знаю что макс сопротивление к извинности да он его хорошо расковыряет но считай сейчас он ему ярость даст да здесь ошибка конечно маэстро можно было искать но это тоже бывает только волнит ничего страшного учитывая что он же ведет 2 боя в одном шаге от победы и как классической дуэли бывает такое что сейчас будет два боя за ним и решающий бой напоминает интернешн да да напоминает ну да тут уже шансов не было келенкин опять же леват не делает два танка я что-то не посмотрел на жану диде курс и глиптодон она и лев интересно он повторит этот же код или будет бить яростью сейчас да слушай он намеренно бьет первый значит увидишь не то что да он читает читать но прикол в том что возможно в его практике такая фигня было скорее всего даже кернирах то есть когда ну вы выбирают спина они обязательно меняются на кого достаточно смех да это старая тактика из разряда кинуть кровь и замениться на оси нас и радоваться какого-нибудь или на суто чтобы оглушить то очень просто два раза прокровить на халяву а потом и в случае чего спинозавр где-то из-под тяжка выходит когда уже противник расслабился и забыл про него что он был пилот и когда же самое повторяет да мы здесь будет очень тяжело на код и не может справиться с ну ну слушай если сейчас он ударит не сработает сработает уклон ну да и он объем проживет видишь как интересно ну сейчас если куда у него 4 хп не хватило до ужас 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 но спина сейчас кстати ты заметил ошибку спинозавр он ударил но это может и не ошибка он пытался прочитать хотя ну а как ты если ты знаешь что он меняется ну вот сейчас я вижу что юрик он по не видит то есть он не смотрит наверно на способности динозавров хотя сам использует и может опять же волнение но у него были хорошие шансы уже спинозавром он сначала просто он кровь кину точно сразу кинул вот что момент ну тут опять же честно говоря дочитать все способности компиков довольно сложно можно но реально когда хрена текста тут и ускорил бой в три раза просто потому что смотреть на пять минут друг друга а выглядит очень весело но победить тот то первый у кого больше хп по итогу уже видно что это маэстро хотя не просто щитами святости перекидывается ну щита нет сейчас побеждает юрик на чуть-чуть да то есть на 75 хп если его последний ход будет то получается побеждает юрик ну да слушай подожди так он он перекидывается о а он замедление нет уже лежать просто идеально можно его даже назвать лучшим ходом и это просто разрыв это лучшим да это лучший бой так на фунта 2 уже получается да да вот здесь видел ни одного хитрого ну кстати кроме комбиков да у них ну все надо выводить надо на диди курса было да здесь надо было на диди курса в принципе да чтобы не потратить диди курса он же в принципе там одна из имп основных да да и тут этот но не а барон татарита выживет бьет этого но да он но его не умрет кто угодно ну то верно коробки что-то такое выйдет чтоб не убивать читаем игру читаем ну сейчас диди точно надо выпускать конечно ну там возможно там же спинозавру не кончится щиты я бы тут не ставил хотя под ярус под ярус то не хочется но он сейчас наверно ход сделает извините на спинозавру да хорошо ох он не поменялся но но бы хорошо область и получается сейчас должен быть спинозавру ну как бы как бы как бы выжить или просто замедляется да он замедляется нам но на него не вешать будешь учить постоянно мгновенно него он перезаряжается один ход это его преимущество и он сейчас яростью кидает я бы здесь на льва заменился после ярости чтобы оставить эти курсы против контактов иначе просто гладить согласен для вообще ничего не сделает контактой нет надо было меняться хотя надо было вообще на инфициона чтобы его убил ну на льва на льва а вот вот это хорошо да да каждый хочет они прочитал то есть он не на слушает тут как бы особо вариантов то не было согласен конечно согласен если восстановить но если там спинозавру там почти любой добьет после возрасте а если там выйдет какой-нибудь условный бренд отель ну то есть это тоже можно можно и сейчас можно замениться отлично отлично так поменяется он ему сейчас контроль бьет уже хорошо но в принципе здесь можно вывозить можно но не так только от конфликт там корабль ну лет кстати насчет контроль очень ну то есть насчет засады в умом кто побивает вот в частности меня потом просто могло бы хватить это тоже бесполезно меня да да нет ну здесь победа было до конца диди курсом играть либо сразу льва выводить пытаться но здесь точно не надо было оставлять диди курс когда у него 2000 было хп вот это точно не надо было делать но мы не знали но играли они прям четко ну да слушай оба на равных играли просто вот в какой-то момент не хватило совсем немножечко ну в общем-то поздравляем победителя и в общем-то всех остальных финалистов и полуфиналистов потому что на самом деле по большому счету большой разницы нет потому что без приза особо играем награда их следующие то есть в следующем турнире который мы организуем в ближайший месяц я думаю да они просто сразу проходят в плей-офф у меня групповую стадию ну правильно я уже понимаю и Йорик и Маэстро да Йорик и Маэстро получается я и Алла а да 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 четверть финалисты в том числе ну посмотрим любопытно насколько вам это все понравилось хотелось бы услышать ваши комментарии лайки увидеть ну по крайней мере на данный момент одна восьмая финала очень много лайков собрало на нашем канале относительно остальных видео надеемся остальные вам понравились ну и а если мне это будет нравиться ставьте лайки подписывайтесь да и более того приглашаем поучаствовать в следующем нашем турнире в ближайшие пару недель мы уже анонсируем его как мы хотим напомнить в награду там уже будет да 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 ну и тогда надеюсь что вам понравится хотелось бы увидеть больше участников постараемся анонсировать как можно скорее да присоединяюсь полностью в общем то на этом все всем спасибо за просмотр и за участие увидимся всем пока